стальной хват россии привет большой частная калибровка андрей митин привет что обговорили вчера вот пришел на работу 55 килограмм пока тебе туговато ну давай посмотрим вот такой единственный экземпляр он не то что был он был переделан поэтому здесь есть некоторый нюанс там я фломастером выставлял чтобы ровно ручки там были наклеены я неоднократно это рассказываю что многих эспандеров ну а американцев реже это объективно ручки как бы не выдерживают того клея который с проволокой должен фиксироваться внутри ручки поэтому бывает момент что ручка снимается это не страшно ребята это ну это неприятно наверно конечно как бы все начинают считать что это сломалось что-то ничего не сломалось давался когда лопнет пружина сломалась тогда трение того что вы за ней не ухаживали межвитковая то есть когда вы часто начинаешь закрывать а здесь смазки нету естественно возрастает трение все это дело лопается этот эспандер ухоженный если ну как бы не выдержал клей прик переклеил сделал из него аналог по нагрузке ну как бы подобрал подков 2 скажем так но расстояние намного серьезнее поэтому я так его назвал самый тяжелый куб 2 андрей вот такой вот в общем тебе показывать не буду но не знаю возможно накатка в каждой ну от ручек к ручке она разная хотя вряд ли она может такой быть но я понял по твоему видео что тебе если коковская не нравится накатка ты ее тяжелой считаешь что тебе конечно корейцы подошли бы они очень очень мягкие ну да ладно я думаю стерпится слюбится как говорится крайнем случае но шкурой не прошелся и все по ручкам давай посмотрим что что это за эсхр вот он тогда правильно будет и уже вот я на фломастером написал но я объясняю ничего это делаю потому что нету точных усилий их и не будет то есть даже если добиться абсолютной точности вот 79 здесь будет потяжелее установка тебе до 76 в общем то ну как бы ты просил до 76 79 ну будешь отрабатывать он более мягкий поэтому здесь будете полегче установку отрабатывать не загоняй по вот этот под вот этот палец но эти видео скинул вот они вот она установочная вот сюда ставится и потом уже ты совершаешь некоторые действия с магнезией по установке то есть посмотри внимательно фильм сам попробуй и да все получится у желающего получится 95 ручки 19 19 диаметр проволока если интересно кому-то вот 7 семерочка семерочка проволока понятно что грубо говоря если вот намотка 40 тоже скажем так он крупноватый чисто технически по сравнению с даже там ну с любыми эспандерами с китайцами там корейцами американцами барабанова австрийским хотя там у него тоже там определенные там модели там 330 35 400 они массивные он висит то есть можно сейчас покажу наверно вот нрб 400 да то есть у него ручки и с диаметром больше пружина но понятно здесь так все очень все очень массивно сделано рб 400 барабану такое тяжеленный супер намоткой давай посмотрим калибровочку но зато в общем-то имея такое расстояние ну просто себя дисциплинировать легче проще проще установки эти все делать потому что но что установку делать там с 54 миллиметровым расстоянием до грубо говоря когда уже карта стоит уже стоит карта и уже стоит карта и поэтому что там устанавливать во первых будет очень легко это делать легко при 50 миллиметров но даже 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 грубо говоря если взять любой сегмент эспандеров по тяжести но 54 миллиметра на силаруков 150 но там установить проще если бы эту же нагрузку перевести в расстоянии даже кока 4 там уже другой клинкор ну все смотрим нагрузочку данного эспандера она как бы уже прописано и известно но надо показать что это действительно так и никак иначе ручка вот ниже пошла вот я сейчас вторую калибровку произведу чтобы показать что это ничего не меняет и вроде не дожал достаточно много 45 килограмм так что сейчас я отпущу ручку и и подниму чуть-чуть при тяге и даже мы ближе посмотрим насколько это все изменит но это если какие-то вопросы люди задают что вы не дожали криво там ручка пошла и так далее и так далее да ну вот сейчас я попробую вопрос решить с абсолютно ровным закрытием и с более с более четким дожатием ну давайте посмотрим естественно уже как бы тысячи калибровок на самом деле естественно я эти все вопросы сам себе без видеокамеры поднимал и смотрел что это дает и дает ли это что-то вот по идее ручка чуть ниже пошла ниже должно возрасти усилие потому что ну технически ручка идет ниже пружина этой больше упирается в виток вот тут микрона нет вот тут ничего не меняет 45 килограмм нет никаких изменений все эти естественно 0 2 0 3 0 4 в ту или иную сторону не более я же вам сказал что мы рукой работаем не как я планку тяну и все весовые калибровки так не в общем то они не правильные не честны до конца планочка должна быть ниже тяговая тяговый механизм тяга который совершает вот это вот вот этот трос это имитация в общем то же пальца мизинца который закрывает в конце и в общем то по всем канонам но мы никак палец не кладем мизинец на ну если дюймовая вот эта планка ребят планка дюймовая мы дюймовую планку сюда кладем то есть край планки здесь 25 и 4 пополам тягивает тросик на 1 27 до 1 27 сами себе представьте вот нарисуйте у себя дома на эспандере 1 27 где находится а потом при закрытии по посмотрите где находится ваш мизинец вы поймете что смещение идет намного больше а для рычагов это имеет ну как бы определяющее значение рычаг архимеда то что мы не можем сделать силой одного рычага мы сделаем силой другого рычага это очевидно и когда мы закрываем эспандер мы ровно на середину руку не размещаем если будет ровно динаметрическая середина здесь то у нас автоматически мизинец вот так будет неправильно получается нам нужен мизинец размещать полностью на ручке поэтому у нас все смещается вы просто это посмотрите и вы поймете что я говорю как бы то что я измерял и я вижу то есть для нас усилие эспандера то что мы замеряем еще ниже если мы замерили что это 45 килограмм регионометрическая середина 45 на полтора это просто как бы чтобы не путаться уже до конца американцы явили миру некую калибровку которая вообще безобразная и она непонятно откуда ноги растут но продолжают мне люди дизлайки ставить где я говорю что это неправильно но это в общем то к сожалению ситуация у нас вот такая с головой у всех люди не хотят мозг включать люди агрессивно все воспринимают поэтому середина генеметрическая у нас все равно не здесь она у нас чуть ниже и ниже она ну наверное наверное фактически на сантиметр на сантиметр то есть еще ниже уже не получится потому что провалится мизинец то есть у нас уже есть определенное вот гуляние где это середина и будет все делаем установку вот она white set допустим и закрываем параллель закрываем дипуем второй рукой помогаем учимся магнезия обязательно вот чувствую что едет за счет большей силы динаметрической я его как бы удерживаю но так это будет плохо Андрей много наговорил вырежешь там досмотришь до калибровки дальше не слушай это может кому-то если будет интересно что на самом деле есть еще другие цифры но их я не буду показывать потому что тогда голова вообще у всех разорвется будем измерять как и измеряли вот планка так середину умножить на полтора но будем всегда знать что для нас середина чуть ниже однозначно динаметрическая середина ниже но это наверное уже в следующей истории все Андрей здоровья семье богатство долголетия занимайся хватом встречаемся в обители